На 19% меньше преступлений по всей стране. Что делают в Североказахстанской области, чтобы было спокойно и безопасно жить? Почти 300 случаев острых кишечных инфекций. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2017-го, что спровоцировало вспышку. Четыре дня отважной борьбы позади. Завершился областной этап детской телевизионной спортивной игры «Я чемпион». Полторы тысячи квартир, 867 миллионов тенге от экономии налогов на повышение зарплаты. Такой эффект должны получить североказахстанцы от реализации пяти социальных инициатив президента. Чтобы планы стали реальностью, за исполнением поручений главы государства будет следить общественный совет Нуратана. Об этом говорили на заседании актива областного филиала партии. Репортаж Кристины Горбаченко. 1 июня в Астане прошло заседание полицовета Нуратана с участием главы государства. На встрече говорили о трансформации партии и актуализации ее деятельности. Региональные филиалы получили от президента ряд поручений. В первую очередь это контроль за реализацией пяти социальных инициатив. Для этого создали общественные советы. В рамках программы 7-20-25 в ближайший год в области планируется строительство пяти жилых комплексов на полторы тысячи квартир. С нового года налоговая нагрузка будет снижена для более 31 тысячи наемных работников. Сэкономленные 867 миллионов тенге по нашей области будут направлены на повышение зарплаты этим же работникам. Помимо этого в ближайшее время будут построены два современных дома студента. Подвели и итоги выполнения задач, поставленных в конце прошлого года. Нуратановцы разработали 22 партийных проекта, создали институт анализа, прогнозирования и стратегических инициатив, а также академию политического менеджмента. В числе первых претендентов, а их было 145, программу политическое лидерство решил пройти Александр Зель. В течение четырех недель обучались в режиме онлайн, не отрываясь от своего трудового места. После этого мы приехали в Астану и получили теоретический курс на базе Назарбаев университета. После этого мы обучались в академии политического менеджмента, где нам преподавали такие известные и ведущие эксперты из таких стран, как Сингапур, стран Европы. Еще одна ключевая задача партии – цифровизация. Первый проект в этом направлении – открытие в течение трех лет тысячи бесплатных IT-классов по всей стране. Второй – подготовка IT-специалистов. Кроме того, партия предлагает комплекс инициативных программ в рамках «Рухани Жангыру». Здесь подготовлен проект по трансформации традиционных библиотек в современные центры знаний с комфортными зонами для работы и досуга. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК Красиво и прибыльно. Все больше североказахстанцев начинают развивать цветочный бизнес. К примеру, в селе Имантау Айртаусского района им занимается 150 семей. Наша съемочная группа познакомилась с одной из них. Семья Умаровых – одна из первых занялась цветочным бизнесом в селе Имантау. Преимуществу этого занятия немало, рассказывает руководитель предприятия Гульфия Умарова. Искусно и бережно ухаживать за растениями ее научил отец. Сейчас здесь больше ста видов цветов. Семена привозят из-за рубежа. Например, эту целлозию доставили из Норвегии. Расцвету семейного бизнеса в прошлом году помогло государству. Господдержкой мы воспользовались. Мы обратились в фонд развития сельского хозяйства. Там нас поддержали. В КМФ мы обращаемся. Мы брали 2 миллиона под 6%. На два года мы брали. Занятость круглогодичная, рассказывают работники теплицы. Трудится здесь 4 человека. Хотят выращивать новые сорта цветов и овощей. Говорят, спрос на них есть всегда. Мы купили рассаду. Рассаду помидор 80 корешков. Капусту 20. Ягоды 9 штук. Являемся постоянными клиентами. Очень нравится. Здесь дешево. Выбор большой, ассортимент. Также недалеко ехать. Живем 70 километров. Сейчас в цветочном бизнесе немало аиртаутцев, рассказывает Аким и Монтауского сельского округа Любовь Сердюк. В состав сельского округа входит 3 населенных пункта. В настоящее время, ну, самое, так сказать, перспективное и развивающее – это село Имонтау. Занимается цветочным бизнесом 157. Реализация цветов идет нормально. Забирают у нас практически близлежащих уголков Казахстана и Кустана, и Адбасар, Алмата, Астана. В Имонтауском сельском округе зарегистрировано около 200 непродуктивно занятых человек. Чтобы снизить этот показатель, половину из них вовлекут в птицеводство. К примеру, 11 семья местной власти бесплатно выдали 100 утят. Айгири Мукашева, Берик Касен, Рустам Тлюжанов. Новости МТРК. К другим темам. Как бороться с хулиганами во дворах и уберечь свои телефоны от карманников? На вопросы волнующих казахстанцев отметил министр внутренних дел страны Калмухамбет Касымов. Он рассказал о работе ведомства по видеосвязи. А после его отчета итоги деятельности подвели и стражи порядка северного региона. Александра Солмина побывала на встрече. На мониторе представителей полицейских ведомств всех регионов страны. Перед экранами собрались стражи порядка и обычные жители. О своей работе казахстанцам докладывает министр внутренних дел. Один из самых важных вопросов – борьба с преступностью. С прошлого года у нас сохраняется тенденция сокращения преступности. И это практически повсеместно. В текущем году по стране преступность сократилась на 12%. В том числе сократились грабежи на 15%, изнасилов на 14%, кражи на 12,2%, хулиганство на 19%. Меньше совершено преступлений в общественных местах и на улицах. Чаще всего добычей воров становятся домашний скот и мобильные телефоны. На кражи приходится 70% всех преступлений. Каждая пятая совершается в квартирах или частных домах. В 14 нарушениях из 100 виноват алкоголь, рассказывает Калмухамбет Касымов. Борются стражи порядка и с подростковой преступностью. В прошлом году к уголовной ответственности привлекли больше 3000 юных граждан. Дети и наркотики. Многих сегодня тревожит эта проблема. В последнее время в средствах массовой информации такой злободневный вопрос озвучивается о бирговке казахстанских школьников в наркокурьеры. Мы очень обеспокоены этим и хотелось бы узнать, какие меры принимаются Министерством внутренних дел. Эта проблема связана с распространением синтетических наркотических веществ. Естественно, их способ доставления разный через интернет-ресурсы, электронные почты. За прошлый год и этот год 198 сайтов мы выявили, по ним принимаем меры, наказываем. Есть факты, когда мы выявляем лиц, которые занимаются распространением этих сведений. Как бороться в столице с ночными хулиганами и почему каждый год топит восточный Казахстан? Задать свой вопрос могли жители из любого уголка страны. А вот молодежь интересует, как защитить от карманников свои мобильники. В прошлом году был принят закон, в соответствии с которым все наши граждане до 1 января 2019 года должны зарегистрировать свой телефон на свой ИИН. Все, кто не зарегистрировал, с 1 января 2019 года отключат. Пока не вы придете с паспортом, с ИИН не зарегистрируйте его на себя. Так у воришек не будет возможности пользоваться чужими телефонами или продавать их. Подвели сегодня и итоги работы областного ведомства. У нас тоже наблюдается снижение практически по всем видам преступлений. Здесь у нас болезнь преступления тяжелых, а особо тяжелых видов преступлений на 9%. В прошлый год мы даже решили разрешительное повышение раскрываемости преступлений, он считал 73%. Раскрываемость тяжелых участковых преступлений стояло на 92%. Особое внимание уделяют преступлениям прошлых лет. Убийство, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений, кражи. Только в этом году уже раскрыли 295 висяков. Больших результатов помогает добиться цифровизация. Теперь полицейские ведут уголовные дела и составляют протоколы не только в бумажном, но и в электронном формате. На улицах устанавливают видеокамеры. В нашей области их уже больше тысячи. А еще стражи порядка сотрудничают с коллегами из России. За пять месяцев они задержали 8 казахстанских преступников, а сотрудники нашего ведомства – 11 россиян. Александра Солмина при содействии Пресс-службы областного департамента внутренних дел. Круглый год на страже общественного порядка. В воинской части 66-37 чествовали солдат, отслуживших 12 месяцев. Больше 200 человек в ближайшее время отправятся домой. Самые мужественные и ответственные получили благодарности от командования части. Целый год они достойно и мужественно несли службу, охраняли общественный порядок. Сегодня для солдат воинской части 66-37 важный день. Скоро они отправятся домой, увидят родителей и друзей. Кирилла за Демиченко призвали из Кустанайской области. Говорит, время в армии пролетело незаметно. А дать долг родине он считает обязанностью каждого мужчины. Армия – это школа жизни. Год это не так уж много, как кажется. Конечно, мужской коллектив, иногда бывает разногласия, но вообще в целом все хорошо. Все дружные, друг другу помогают. Один там не может подшиться, другой ему поможет. Кирилл в числе тех, кто успел отличиться за этот небольшой срок, за примерную дисциплину и ответственность, юноши получают благодарственные письма от командования части, исправительных учреждений и департамента внутренних дел. В ходе службы они проявили высокую бдительность, достойно служили 12 месяцев. В военнослужащие, изъявившие желание проходить воинскую службу по контракту, написавшие аэропорта, будут проходить в других городах, по месту жительства. Следующий поток призывников придет в воинскую часть уже в июле. Нести службу будут молодые ребята из Караганды, Шимкента, Павлодара и Тараза. Алина Баржанова, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. В Североказахстанской области зафиксировали вспышку острых кишечных инфекций. С начала года в больнице с таким диагнозом обратились около 300 человек. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2017-го. Чаще всего подвергаются заболеванию дети, причем заражаются в бытовых условиях. О способах безопасности расскажет Алина Баржанова. Время веселья и детских забав. С нетерпением североказахстанцы ждали наступления теплых и солнечных дней. Правда, вместе с радостью появляются высокие риски получить кишечную инфекцию. Стихийные точки торговли, игровые площадки, места массового отдыха людей – все это таит много опасностей. Бактерии и вирусы с легкостью передаются при тесном контакте или через общие вещи, а некоторые распространяются воздушно-капельным путем. Зарегистрировано 293 случаи острых кишечных инфекций. Сюда входят 4 случая дизентерии, 3 случая неустановленной этиологии, 177 бактериальных гастроэнтероколитов и 109 случаев гастроэнтероколитов, вызванных ротовирусом. Вспышка кишечных инфекций у нас в регионе произошла из-за роста ротовирусных. Число заболевших увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В 80% случаев страдают дети, причем самые высокие показатели в возрастной группе до двух лет. Малыши тянут все в рот, а родители не всегда могут за ними уследить. Зарегистрировано всего 14 случаев пищевой токсикоинфекции, 12 по городу Петропавловску и 2 в Казалжарском районе. В 2017 году данный показатель составлял 43. Это было связано с групповой токсикоинфекцией, которая была среди спортсменов, прибывших из города Астаны. Но там было связано с продукцией, которую они везли с собой в поезде. Такие болезни чаще всего распространяются именно в бытовых условиях. В этом году в регионе не было ни одного случая массового отравления в местах общепита или продуктами, купленными в магазинах. Зато по стране их количество растет. В марте в Шемкенте 185 человек отравились мягким мороженым. В таких ситуациях важно проверять не только реализуемую продукцию, но и здоровье продавцов и производителей, отмечают эпидемиологи. Все проходят контроль через начальника смены. Они все показывают ручки, чтобы не было ни маникюров, никаких ранок на руке, никаких сережек, никаких посторонних предметов, шпилек и всего этого прочего, что может в принципе механически упасть в тесто. У нас есть служба контроля, которая проверяет эту продукцию на выходе. Мы ничего не выпускаем за пределы предприятия, мы стараемся сразу установить. То есть наша репутация для нас на самом деле очень важна. Больше чем у 75% предприятий региона есть программы производственного контроля, но и это не является гарантией качества и безопасности выпускаемых ими товаров. В прошлом году 7 предприятий молочной продукции внесли в реестр недобросовестных производителей. Алина Боржанова, Жолдисбекер, Муканов, новости МТРК. Судьба ботанического сада не первый год является поводом для массовых обсуждений. Вокруг экзотического уголка разгорелись настоящие страсти, даже ходили слухи о его закрытии. Ситуацию прокомментировали в Акимате Петропавловска. Объект был выставлен на торги, но его никто не приватизировал. Поэтому городские власти решили передать сад на баланс школы искусств Жаздарын. На его деятельность это не повлияет, отметил заместитель Акимогорода Евгений Глотов. Сохранят все – растения, животных и птиц. Ухаживать за ними будут те же сотрудники. Никто не останется без работы, уверяют в Акимате. А ботанический сад станет еще красивее и ухоженнее. В соответствии с поручением Акимообласти мы сейчас совместно с группой архитекторов, дизайнеров разрабатываем эскизный проект о реконструкции изменения прилегающей территории, то есть территории оранжерейного комплекса. Данная реконструкция будет предполагать, во-первых, ремонт тех малых архитектурных форм, которые находятся на территории оранжерейного комплекса, реконструкции тротуарных площадок, тротуарных дорожек, уличного освещения, которое там находится, организации дополнительных зеленых насаждений и так далее. И в данной связи речи о вырубке, либо об уничтожении хотя бы одного растения, которое произрастает сегодня на территории оранжерейного комплекса, нет и быть не может. Это наша официальная позиция. Книги на любой вкус. В областной библиотеке имени Сабита Муканова провели презентацию новой литературы. Что интересного можно найти на полках, расскажет Джон Сулута Стемирова. Семилетний Витя Етки из всех книг на полке выберет ту, где изображен Нурсултан Назарбаев. С раннего детства он увлекся личностью президента. На каждой фотографии он буквально за секунду находит своего кумира. Преподаватели коррекционной школы-интерната, где учится мальчик, говорят, с таким же интересом он изучает военную литературу. Но о вкусах, как говорится, не спорят. Если кому-то нравится читать книги о лидере нации, то кто-то предпочитает психологию, а другие и вовсе детективные романы. В библиотеке стараются угодить всем своим читателям. Сегодня здесь презентуют новинки – мировые бестселлеры, бессмертная классика и учебная литература. Всего фонд областной библиотеки имени Сабита Муканова пополнили 500 книг. А эти только вышли в свет. Издания связаны с программной статьей президента Рухани Жангру. Новая серия поступила книг под названием «Рух», выпущенная под эгидой Рухани Жангру. Книги связаны с художественной литературой наших казахских авторов. Основную ценность представляют книги по сакральным местам Казахстана. Серия «Рухани Жангру» – она вся в единичном экземпляре в основном. Потому что это редкие книги, выпущенные по госзаказу. Эти книги в основном будут в читальном зале располагаться. Сейчас в областной библиотеке больше 600 тысяч книг. Фонд пополняется регулярно. Презентацию новинок здесь проводят ежеквартально. Шансулу Тестемирова, Адиль Нуржанов, Новости, НТРК. Далее у нас реклама. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных новостей. Приемы детского и взрослого кардиолога. При необходимости оформление листа временной нетрудоспособности. Центр семейной медицины «Панацея». Телефон 501-505. Центр развития речи Елены Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Виртуальная волшебная комната. Проекция живых анимаций и сенсорного оборудования оказывает релаксирующий эффект. Превращает комнату в настоящий волшебный мир. Помогает уменьшить внутреннюю тревожность, снимает стресс. Способствует улучшению памяти, внимания и воображения. Стимулирует развитие сенсорной чувствительности, а также помогает справиться с детскими страхами. Адрес Горького 172, бывшая гостиница «Восход». Телефон 460873. Четыре дня напряженной борьбы и долгожданный финал. Подошел к концу областной этап детской спортивной игры «Я чемпион». 16 команд, столько же игр и только один победитель. Как это было, знает Эгири Мукашева. Это передвижная телевизионная станция детской спортивной игры «Я чемпион». Под контролем десяток камер, которые ловят каждое движение, но, что самое главное, эмоции игроков. А в этом зале проходят сами соревнования. Позади 15 напряженных, но не менее интересных игр. И вот финал. Из 16 команд остались две. Они будут бороться за право представлять нашу область на республиканском уровне. Это бой гладиаторов. Конкурс для капитанов. Стоя на тумбах, они пытаются сбить друг друга большими колотушками. А пока маленькие мужчины борются за победу в конкурсе, другие игроки их подбадривают. Эмоции в финальной битве зашкаливают. Слишком высока цена ошибок, ведь к этому сезону ребята готовились долго и упорно. Когда мы играем, эмоции все переполняем. Игра очень нравится. И софиты очень интересные, мне нравится. Мы готовились к этому очень долго и думаем, мы выиграем. Кто чемпион? Я чемпион! Это уже шестой сезон игры. Она давно переросла в нечто большее, чем просто соревнование. Это движение, которое охватило несколько сотен тысяч детей всего Казахстана. Участники игры шаг за шагом шли к тому, чтобы приехать сюда и доказать, кто чемпион. Я чемпион, мне очень понравился. Все этапы были очень интересными. Мы будем готовиться и на следующий год. За победу борются подростки от 12 до 14 лет. Участвовать в состязании престижно. Это знают как сами спортсмены, так и болельщики. Их мощная поддержка помогает на протяжении всей игры. Я бы хотела поучаствовать, потому что я чемпион, потому что у нас в команде, если бы мы были, мы бы попали в тройку лучших, а потом в очередь в финал. Нас бы показали по телевизору, мы бы всех порвали. Судя по представлению, тут понятно, что спортсмены занимаются не первый год. Когда-нибудь принял бы здесь участие, но я думаю, надо подрасти. Игра была очень классная, и я сама хочу попасть на «Я чемпион», показать себя, быть такой энергичной. Как смотришь на них, просто хочешь самой побежать и все само сделать. Скакалка, многоборье, гигантское колесо. Для финальной игры отобрали самые сложные и зрелищные конкурсы. Победа в каждом из них даст преимущество в последней эстафете. А когда на кону победа, себя никто не сдерживает. Слезы, радость, азарт. Поймать тот самый момент победы и поражения. Такой ажиотаж, что ты вникаешься вместе с командами и тоже это чувствуешь, тоже через это проходишь. От нас самое главное – поймать момент, поймать эмоцию. Я только за, чтобы игры проходили не только здесь, а все дети. Всем это понравится. Это, во-первых, здоровье, это, во-первых, спорт и заинтересованность молодых. Для кого-то исход этого дня – стимул усердно тренироваться, чтобы выиграть в следующем сезоне. А для кого-то – долгожданная победа. После четырехдневных съемок начнется кропотливая работа. Монтаж программы «Я чемпион». Она выйдет на телеканале «Хабар» в сентябре. Тогда вы и узнаете команду победителей. Айгири Мукашев, Жилызбек Ермуканов, Новости МТРК. Челлендж «Другой ты» стартовал в республике 4 июня. За 10 дней в нем приняли участие сотни североказахстанцев. Сегодня на утреннюю зарядку вышли и представители областного управления образованием. Подробнее расскажет Илья Кудряков. Челлендж «Другой ты» охватил весь Казахстан. Сегодня на главной площади Петропавловска собрались любители здорового образа жизни. Сотрудники управления образования, студенты, школьники и их преподаватели решили поддержать акцию и вышли на утреннюю зарядку. Занятия спортом и физкультурой являются основой здорового образа жизни. И на сегодняшний день представители образования Североказахстанской области поддерживают республиканскую акцию «Челлендж «Другой ты». На данной акции собрались представители образования Североказахстанской области. Среди них директора, завучи, учителя и все неравнодушные к спорту. Здоровый образ жизни – залог хорошей физической формы. Утренняя зарядка началась с разминки. Повороты головы, наклоны, махи руками, надо хорошо размять мышцы. А дальше участники под ритмичную музыку синхронно выполняют движения. Все участники челленджа ушли с утренней зарядки бодрыми и веселыми. Я очень рада, что наша организация принимает участие в этом спортивном мероприятии, потому что если учитель подает пример здорового образа жизни, то дети пойдут за ним. Это очень хорошая акция, мы должны все поддерживать. Мы за спорт. Всего на утреннюю зарядку вышли больше 150 человек. Эсофету челленджа «Другой ты» они передали областному управлению индустриально-инновационного развития. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Не дня без штормового предупреждения. Жители нашего региона уже привыкли к бесконечным смс-сообщениям о плохой погоде. Многие относятся к ним скептически и одеваются не по погоде, а зря. Последний рабочий день недели будет ветреный. Местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Также на территории области ждается гроза и град. Спасатели рекомендуют северказахстанцам принять необходимые меры безопасности. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК, будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok